Сарумба Джимбеков и его команда задумали взять под контроль неправительственные организации. Подвластные Белому дому депутаты вносят изменения в закон об НПО. Политики и гражданские активисты уверены, делается это, чтобы зачистить политическое поле и заставить замолчать несогласных. Законопроект можно найти на сайте Джугурку Кенеша. Он, к слову, уже принят в первом чтении. Вот результаты поименного голосования. 100 за и лишь 9 депутатов проголосовали против этого законопроекта. В чем суть поправок? Законодатели прописывают для НПО особую процедуру отчетности. Некоммерческие организации должны будут докладывать государству едва ли не обо всем, что происходит в стенах их учреждения. Некоммерческая организация предоставляет информацию о своей деятельности уполномоченным органам. Размеры и структура доходов некоммерческой организации, а также сведения о размерах и составе имущества некоммерческой организации, ее расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, использовании безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой организации не могут быть предметом коммерческой тайны. И законопроекта о внесении изменений в закон о некоммерческих организациях. Некоммерческие организации и так отчитываются перед государством. Активисты не понимают, для чего вводят дополнительную отчетность. Справки об основании и инициаторы поправок раскрыли карты. Действительно, на сегодняшний день информация о полученных доходах и уплаченных налогах, о страховых взносах и статистических данных некоммерческих организаций в той или иной мере предоставляется в госорганы, налоговую службу, соцфонд над Статком, которая защищена налоговой, тайной и статистической конфиденциальностью. Просто у простого населения нет свободного доступа к такой информации. И справки об основании. Депутат Астан Бекешев один из немногих, кто выступает против превращения страны в тоталитарное государство. Он уверен, что власти с помощью этого законопроекта объявят охоту на видим. Какая-то организация получила грант или выиграла грант на тысячу долларов, выиграла. Там именно конкурсные, через конкурсы в основном гранты выигрываются. На тысячу долларов выиграет и кто-нибудь из сотрудников этого НКО или руководитель где-то нелестно отзовется о правительстве, о парламенте или о других должностных лицах. Ему всегда могут заткнуть рот, что ты получаешь донорские средства из, я не знаю, Сороса, или из Америки, или из Китая, или из России, еще вот куда-нибудь. И поэтому ты не поддерживаешь кыргызскую политику, ты, оказывается, иностранец, иностранцев только поддерживаешь. То есть будут навешаны ей руки всем работникам НКО. Вот это вот очень опасно, на самом деле. Если поправки будут приняты, то получить доступ ко всем документам НКО сможет каждый гражданин. Этого и добиваются инициаторы законопроекта. Натравить уропатриотов на НПОшников – это что-то новое. Многие нормы предлагаемого закона противоречат Конституции, заявляет Комитет гражданского контроля. Не выдержаны сроки, ведь по регламенту с момента регистрации до направления законопроекта во фракции и комитеты должно пройти около недели. По правкам же Бактабека Раимкулова должностные лица Джигурку Кенеша организовали прохождение предусмотренных законопроцедур всего за один рабочий день. Согласно информации, размещенной на официальном сайте Джигурку Кенеша, законопроект официально внесен в парламент 6 февраля 2020 года. И уже на следующий же день, 7 февраля, были готовы заключения специализированных видов экспертизы, в которых не указано ни одного слова о нарушениях Конституции, допущенной проектом дискриминации, нецелесообразности дублирования отчетности из обращения Комитета гражданского контроля. Закон, он среди всех организаций, он выделяет какие-то организации и им предписывает дополнительную отчетность. Я хотела бы обратиться к политикам и гражданам, что было бы хорошо, если бы мы подумали о прозрачности политических партий, потому что неправительственные организации, они и так отчитываются. Потому что если бы мы плохо отчитывались, то уже давно нас всех бы там налогово или соцфонд закрыли бы, да? Почему вот они хотят менять закон и еще усиливать контроль? Потому что все отчитываются. Юристы уверены, закон об НПО нужно отозвать. Инициаторы не определили и не согласовали с правительством источник финансирования. Ведь проект предполагает увеличение расходов за счет средств республиканского бюджета. Однако Достан Джумабеков этого не сделал.